Вот уже 20 лет на базе Иванковского дома культуры работает танцевальная студия под названием «Мила», бессменным руководителем которой все эти годы является Людмила Валерьевна Мальцева. Человек, по-настоящему увлеченный своим любимым делом. Первое занятие тогда еще просто танцевального кружка посещали всего шесть человек. Это шесть подруг Людмилы, на то время выпускницы Ивановского педагогического колледжа, получившего специальность педагог-хореограф. Название пришло само собой, сокращенное от ее имени. Людмила Мила. Во-первых, Людмила – это милые люди. Мне очень захотелось, чтобы мои дети тоже стали любимые люди. Подруги выходили замуж, и у них рождались дети, которые становились участниками танцевального кружка. И уже они, вслед за своими мамами, выступали на сцене поселкового клуба. Особенно готовились к годовому празднику. Ну и, конечно, готовили и тематические танцы к различным датам. Костюмы на участников шили сами, разбирая бабушкину сундуки. Впрочем, и сейчас мамы участников танцевальной студии к каждому номеру, к каждой танцевальной программе своими руками шьют нарядные платья и костюмы. Каждый ее номер – это частичка ее. Над каждым номером, конечно, она работает, думает, продумывает все до мелочей. От движения до какого-то инвентаря. Ну и, конечно, костюмы. Костюмы – это полностью ее воплощение, вот каких-то ее фантазий, как она увидела этот момент. Костюмы шьет Людмила Валерьевна вместе со своей самой старшей группой. То есть с родителями, можно сказать, детей, которые сюда ходят. То есть они вот из того, что приносят, какую-то ткань, свои какие-то бусинки, разбирают порой свои вещи на костюмы детишкам. И, конечно, каждый наш номер – это такой маленький шедевр, который Людмила Валерьевна отрывает от себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вы знаете, они с охоты идут, они спрашивают, а может побольше там репетиции, но я говорю, ребята, я бы очень с вами там, например, у нас два раза в неделю хотелось бы, но кто-то в первую смену, кто-то в вторую, нам очень тяжело сейчас с ними собираться. А так, они не только еще танцуют, они любят стихи рассказывать, они где-то кто-то поет, мы задействуем где-то в пене, то есть они у нас настолько талантливы не только в танце, но и в другое, они участвуют везде у нас. Родители тоже говорят, что вот ребенок был такой вот замкнутый, скромный, а к вам пришел Людмила Валерьевна, я уже понимаю, что он общительный стал, раскрепощенней стал, даже вот кто-то садился на веревочку, а кто-то нет. А за два месяца даже не думала мама, что сядет он на веревочку или на шпагат. Это очень развитие идет ребенка, общение самое главное между сверстниками. В этом году танцевальной студии «Мила» 20 лет. На День деревни мы как раз презентовали студию «Мила», и очень отрадно было, что пришли все-все. Очень много было выпускников, которые прошли, так сказать, через студию «Мила», очень много было родителей, которые сейчас водят детей. Отрадно, что вот в младшей группе две девочки, родители их ходили в студию «Мила», еще к Людмиле Валерьевне в далекий-далекий 98-й год. Они приводят сюда с радостью своих детей. Дети здесь действительно получают заряд эмоций положительных. Конечно, они уже по-другому себя ведут и в школе. Им уже лучше и легче общаться с людьми. Они уже привыкают быть на сцене, на виду. Конечно, Людмила Валерьевна вселяет в них уверенность. Уверенность в том, что что бы они ни делали, они все равно будут лучше всех. А это для наших детей, конечно, очень важно. В центре города Большого, где травинки не растет, Жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, чтоб попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, Отдыхать отправлен был. В пять утра вставал он ровно, Это было нелегко Он читал стихи коровам Те давали молоко День за днём промчалось лето Очень вырос наш поэт Ведь молочная диета Благотворна для поэтов Если им всело шесть лет Тридцать три коровы Тридцать три коровы Тридцать три коровы Свежая строка Тридцать три коровы С их родился новый Как стакан парного молока Тридцать три коровы Тридцать три коровы Тридцать три коровы Свежая строка И теперь коровый, и хранился новый, как стакан парного молока, как стакан парного молока, как стакан парного молока. Они ведь с шести и в одиннадцатых классах заканчивают, девочки уходят или мальчики учиться, то есть они больше к нам очень редко приходят, им хочется, конечно же, ходить к нам, но то учеба, то ведь далеко где-то, кто-то в Ярославле. Кто-то наши девочки, мои выпускницы, танцуют, кто-то в институте. Это очень приятно, потому что сейчас мне фотографии присылают, и Людмила Валерьевна, мы участвовали там-то, там-то, спасибо вам, что вы меня научили, и я вот в этом коллективе. То есть очень приятно, что они участвуют где-то уже не у нас. В студии Мила три группы. Самые маленькие от пяти до шести лет, средние и взрослые. Это родители, которые, как и их дети, влюблены в искусство танца. Они с радостью идут на репетиции, отмечая здесь особую домашнюю атмосферу. Я Викторию отдала в школу в Анковскую, потом мы познакомились с Людмилой Валерьевной, узнали про этот клуб, про танцы, и я решила сюда записать. Она начала ходить, ей очень понравилось. Потом, ну так как я творческий человек, мне тоже захотелось этого всего. Я спросила Людмилу Валерьевну, не занимается ли она, не берет ли она таких взрослых людей. И мне не отказали. И я здесь осталась навсегда. Мне очень нравится выступать на сцене. Первый раз я вышла. Да, у меня дрожали ноги. Я пыталась улыбаться, но это очень сложно в первый раз, когда выходишь на сцену. А сейчас уже есть мандраж, но не такой. Жизнь изменилась ваша? В лучшую сторону. И очень круто. Я очень довольна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне нравится ходить на репетиции. Здесь мы всегда выступаем в нарядных костюмах. И на сцене, когда мы всегда выступаем, нам всегда хлопают. Людмила Валерьевна мне помогала участвовать в городе в конкурсе «Мисс Снегурочка». Она мне шила платье, украсила его песню. Она мне помогла сделать песню. Мы будем танцевать, будем везде участвовать. Не только здесь, в Иванково, но и в городе, и в области. Будем стараться. Не так давно у Милы появился красивый репетиционный зал. Сейчас в клубе начался ремонт сцены и зрительного зала. И уже совсем скоро оценить мастерство танцоров смогут зрители в новом интерьере. Людмиле Валерьевне я желаю дальнейшего развития творческого. Желаю понимания от близких. Потому что все свое время Людмилу Валерьевну проводят в Иванковском клубе. Иногда ее дома совсем нет. А ведь, между прочим, Людмила Валерьевна мама от двоих мальчишек. Я ей желаю здоровья крепкого, чтобы близкие ее понимали, ценили. Чтобы помогали ей всячески. И, конечно, я желаю ей благодарных воспитанников, понимающих родителей. И чтобы у нее, ее танцевальная студия росла, росла. И как можно больше они выезжали, смотрели, участвовали, побеждали. И чтобы становились лучше, лучше. И всех им творческих успехов и благ. С юбилеем, Мила!